Всем добрый день! Это питомник Росполины Козловой. Предпоследний день мая. У нас в сутки, наверное, шел дождь. Очень-очень сильный. Кто-то говорит, что практически месячная норма осадков вышла. Но, собственно, сейчас не только о дожде. Вот у нас одна из первых расцветших. Это у нас красотка Лисиль парковая. Но это только ее первые цветочки. Но, собственно, я сейчас тоже и не о дожде, и не о расцветших цветочках, а хочу кое-что вам рассказать. Так, это у нас Оливия. Это Роза Остина. Тоже одна из первых решила зацвести. Распуститься, не зацвести. До полного цветения еще очень-очень долго. О чем я хочу сейчас рассказать? Очень много мне присылают фотографий. И практически на всех одна и та же проблема. Любители роз спрашивают, что случилось. Все почему-то думают, что это какие-то там злые вредители напали на ихние розы. А оказывается, это не вредители. Это всего лишь навсего, нехватка микро- и макроэлементов. У нас это тоже не обошло стороной. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот это у нас Роза и в пьяш. Но вот смотрите, крупные чистые листы. У нас нет болезней, у нас нет вредителей. Но вновь вышедшие имеют такую некрасивую, скрюченную структуру. Листики такие иголкообразные. Имеют неправильный цвет. Он и не бурый, и не зеленый. И с какими-то потертостями рыжими. То есть, если не знаешь или не разбираешься, сразу ощущение, ах, кто-то съел, кто-то там что-то сделал. Нет. Это нехватка питания у Роз. Почему такое происходит? Сейчас я вам найду еще более. Вот у соседки тоже. Сначала шли хорошие-хорошие листы, потом раз. Иногда такие вещи случаются, когда пользуются гербицидами. И вот лист вот так истончается. Но так как я знаю, что точно я здесь гербицидами не пользовалась, и в ряду в этом Розы растут уже не первый год, и они одинаково поливаются, формятся, и все с ними одно и то же. Но вот соседка, сорт более стойкий, более сильный, видите? Она вся чистенькая, хорошенькая, она вся в бутонах. Это у нас Скарлетт Бордо. Что-то из новинок. Так. Вот тоже красивая Роза. Прекрасно. Вот одна половина, кстати, куста, одна половина куста очень даже хорошо себя ведет. А на второй пошли вот такие вот мелкие, некрасивые листики. Розочка перед ней растет. Вот тоже начала этим страдать. Что это такое? Вот у нас была такая непонятная зима, и не теплая, и не холодная, с какими-то качелями температурными. Ночь точно такая же была весна, с бесконечными возвратными заморозками. И, собственно говоря, потом наступила жара, а теперь пошел дождь. Роза потихоньку, я скажу по-простому, сходит с ума. Корневая система отказывается работать так, как нужно. Внутренняя химическая лаборатория в розе вообще дала сбой полнейший. То есть не идет впитывание правильное всех элементов, которые должны быть. И тут происходят всякие непонятные процессы, которые и приводят вот к таким результатам. Я сейчас говорю очень по-простому, без всяких заумных. То есть я стараюсь, чтобы меня поняли как можно больше количества людей. Что нужно в таких случаях делать? В таких случаях розу нужно кормить. Но кормить не только азот, фосфор и калий, а нужно кормить всеми элементами, которые розе нужны. А это может быть фосфор, калий, водород, магний, кальций, сера, железо. Я на обложку, или как правильно сказать, превью, по-моему, этого видео прям сделаю табличку и такую типа мини-статью, чтобы просто еще раз повторить и было понятно. Какой из элементов, ой, какой из препаратов лучше всего сейчас использовать? Из того, что я видела в нашем магазине, в магазине города Бахчисарай, который находится на улице Македонского. Кто из Бахчисарайских районов и кто у нас был в питомнике, все прекрасно знают, куда я всех направляю, в какой магазин. У них сейчас есть в продаже Брексил комби. Препарат не из дешевых, скажем так, но если там 3-4 человека соберутся, то этот препарат у него очень долгий срок хранения и он на очень много времени вам поможет. Что это даст? Там очень-очень хороший коктейль из всяких элементов, причем он достаточно сбалансированный, потому что если вы не специалист и у вас под рукой нету мини-химической лаборатории, вы не сможете понять, чего именно не хватает вот этим розам. Потому что вот глядя на такой лист, многие пишут, у меня появляется черная пятнистая. Они решают это так, потому что лист покрывается такой рыжей-коричневыми пятнами. Это не пятнистость, это у нас нехватка железа плюс нехватка калия вместе. То есть эти два препарата, они работают в розе вместе. Вот этих двух препаратов не будет хватать и будет вот такой эффект. Причем даже, например, если не будет хвостать азота в очень больших количествах, ощущение на розах на листьях сверху, если ты не специалист, что не хватает железа. То есть люди начинают пичкать бесконечно саженец железом в разных формулах, а тут нужен полный коктейль. Так что я всем советую, те, кто точно не знает, чего не хватает, а судя по нашей весне, у нас у всех не хватает именно коктейля витаминного, розам, нужно питание. Нужно купить какой-то препарат. То есть у кого есть возможность купить именно брексил комби, именно там все сбалансировано, покупайте его, он где-то даже, по-моему, в интернете я видела, на развес продается. Если такой возможности нет, то я еще раз повторю, на обложку этого видео я дам формулу, то есть там написаны элементы и примерные, то есть их процентное количество. Ну, я думаю, если вы в магазине проведете полчаса возле полки с удобрениями, вы найдете что-то похожее. Потому что вот, опять же, смотрите, нижние листья, те, которые вышли, например, недели-полторы назад, они чистые, здоровые, хорошо раскрывшиеся, то есть вообще прелесть. Но вот этот вот переменный опять температуры роза впадает в определенное состояние стресса. Она не понимает вообще, что происходит. Температурные качели на все растения, на все абсолютно, они действуют точно так же, как на человека. Ну, то есть у нас, например, от давления скачущего начинает болеть голова или там еще какие-то происходят процессы. У розы показывают это на листьях, на цветах. Корневая, то есть система вообще у розы вообще как у растения работает так. Корни, когда им всего хватает, они подают все питательные элементы наверх. Ветки, в листьях, в бутоны, идет прекрасное цветение, но только корням чего-то не хватает, они начинают жадничать и они все оставляют в себе. То есть они не дают наверх никаких питательных элементов. То есть они дают только то, что у них в избытке, то есть в нужном количестве. Если у них нет недостаток, мы все это забираем на корни, на себе. То есть роза по максимуму старается себя сохранить. А сохранение у нее это именно корневая система. Сначала она сбрасывает листья, потом она сбрасывает, то есть усухает ветки, но собственно цветение вообще никак не наступает. Так что нужно розу сейчас обязательно покормить. А про брексил скажу сразу. Вот видите тоже это кошмар-кошмар. Железа здесь абсолютно хватает. Здесь идет именно недостаток. Недостаток всего коктейля. Здесь вот 3-4 саженца. Это у нас продуваемое сильное место. Оно попадало у нас под заморозки больше всего. Это самая высокая точка, участка. Здесь вот красавица Бельвью. Это новая роза чайно-гибридная. Обалденный просто шикарнейший цвет. Такой бархатно-пурпурный. Очень красивый цветок. Она выдала полностью свой цвет. Она выдала небольшой вот этот кустик. Она выдала размер цветка. Но из-за того, что все ушло на цветок, все ушло на нижние листья, верхняя новая ветка пошла вот такая замученная. То есть вот это все нужно прыскать. Препарат Брексил идет именно по листу. Норма расхода 15 грамм на 10 литров воды. Если вы не найдете Брексил, но найдете препараты с похожей формулой и будет написано, что можно давать подкормку под корень. Это можно сделать. Когда вы даете подкормку под корень, нужно сначала пролить куст водой, чтобы вся корневая система была влажная. Потом даете препарат, разведенный по норме и через час, через полчаса опять проливаете водой. Нужно это для того, чтобы корневая система, весь земляной ком вокруг корневой системы был пропитан этим препаратом. Но опять же, лучше не докормить, чем перекормить. То есть соблюдайте норму. Если точно написано 5, 10, 15, 25 грамм, давайте именно по граммам. Сколько написано. То есть больше сделать не нужно. Ну вот например соседний ряд, он себя чувствует прекрасно. Розы чистые, все у них прекрасно идут новые листья. А вот этот ряд у нас попал вот такую неприятность. Еще вот это все зависит от почвы. Если почва все-таки богатая, почва не переудобрена, а в почве есть все, тогда роза все-таки корневой системой вытянет из земли все, что нужно. Но так как у нас здесь каменоломнин, мы просто все засыпали мульчой, чтобы хоть как-то сохранить влагу. Потому что это у нас были первые дожди за все это время. А так у нас очень-очень сухо. Поэтому как бы мы даем по максимуму воду. Мы их здесь поливали препаратами. Я уже рассказывала, как мы это делали в предыдущем видео. Мы розу высоцкого, вен розу вайт белого высоцкого подкармливали, а потом по всем этим прошлись. Дали им где-то наверное литра по полтора. Но все равно им не хватило. То есть теперь мы будем прыскать по листу. Некоторые розы немножко реагируют по-другому на нехватку каких-то элементов. Опять же все это зависит от сорта. Когда начнет расцветать, если будет такое роза Red Leonardo продадавинчи, поэтому с этим вопросом у меня тоже многие обращались, у него бывает такое, что бутон он становится как будто запеченный сверху. У многих почему-то сразу такая реакция, что это трипсы. Нет, этот сорт очень сильно реагирует на нехватку в организме розы, бора. Вот только попадает на лист или под корень препарат, где хорошо сбалансирован бор, все, цветки становятся сразу красивые, правильной формы, а вот некоторые розы именно реагируют больше листом. Так что нужно спасать свои растения, не прекращать обработку от болезни и от вредителей обязательно, чтобы лист был красивый, глянцевый или матовый, но чистый, чтобы не было никаких проблем. А то вот, видно, половина куста более-менее, нижняя часть скорее куста более-менее зеленые, новые выходящие побеги, происходит вот такая вот штука. Так что будем кормить. Зацветем мы в этом году, наверное, попозже, потому что у нас очень холодно, у нас еще и ветер, у нас прям этот год хочет нас проверить на прочность по полной программе. Сначала было морозно, потом сухо, теперь нас заливают дожди. Так, вот еще одна красотка расцвела. Красавица. Это что-то у нас из новых остинок. Но тоже вот когда бывает на бутоне, если это не сортовая особенность, я эту розу еще не совсем изучила, так что не могу сказать, но вот на некоторых сортах, если не сортовая особенность, вот на кончиках лепестка, такие вот темные потеки, как будто они запеченные, то вот это нехватка собственного бора. Возможно, этому сорту действительно не хватает. Так что будем кормиться. Я уже приобрела себе пачку препарата Брексил. Кто-то говорил, что я рекламирую. Сразу говорю всем, я ничего на своем канале, кроме своего питомника и роз в качестве вообще королевы цветов не рекламирую. То есть если я пользуюсь препаратом и он мне не нравится, я могу спокойно об этом сказать, потому что никто мне не проплачивает никакую рекламу. Если я пользуюсь Брексилом, да, препарат отличный. Не везде правда его можно купить, но это собственно уже как бы вопрос не ко мне. Если можно купить, если есть например 3-4 человека, которые готовы купить, покупайте. Им можно обрабатывать не только розы. Все ваши огурцы, помидоры, все, что обычно тоже страдает в таких случаях, опрыскиванием до начала плодоношения, там очень подробная хорошая инструкция на препарате. Пожалуйста. Как вот можно пройти мимо такой красоты? Это Оливия. аромат стоит просто восхитительный. Вот так вот розы выглядят вот в этих круглых высоких столбах. Собственно, ради чего все затевало, сейчас покажу. Шла рассказывать называется про болячку, заканчиваем конечно розами. вот эта вот красавица, вот это ля колесон. Белую турбу мы все-таки не смогли вытянуть и теперь наверное уже посмотрим, может получится. Она просто заплела все внутри, она забила все внутри. Такая красота, вот эта металлическая решетка круглая, она ее держит, роза не колышется, вообще просто красиво. эпопея со штамбами на собственном ветке продолжается. Меня теперь нельзя подпускать с секатором к розам, потому что где я вижу ровную прямую ветку, мне обязательно хочется сделать из нее штамб. Так, это роза Дьяволис Демер, она тоже попала под обрезку. Ну что ж, теперь она будет штамбом. Ну вот как-то так. Будут вопросы, спрашивайте, по поводу нового каталога тоже часто вопросы задают. С 1 июня выложим все основные сорта. Новинки, самые-самые новинки, в которые в очень ограниченном количестве, потому что сами понимаете почему, они будут дополняться в каталог по мере того, когда будет выяснено, сколько действительно кустов хорошего качества есть. Ну а пока как-то так. Всем спасибо и до свидания.